и снова здравствуйте всем привет и так значит в кабаре к нашим ковбоям ну полюбасу нужна веселуха правильно значит нужны вот такие вот танцовщицы в кабаре значит платье кое-как тут заварганил по прошлому ролику и так значит вот такая вот гражданка нашел я значит прошлый значит каркас так сказать болванку этой гражданке и вот видите у нее вытянутые ноги сама она длинная я думаю значит к стилистике персонажей которые есть уже она как-то больше подходит так давайте посмотрим предыдущую значит модель это я сейчас сохраню сейв ас все это будет значит в группе для скачивания потом если сейчас разберусь вот с платьем со всей штукенции так значит опа вот такая значит тоже гражданка но это более такая как сказать ну реалистик да такая вот но это скачанная чуть-чуть я тут перекрасил чуть-чуть тут глаза поменял так добавил и значит тут это платье добавил вот эти башмачки ну словом не знаю она мне как-то не заходит мужчин вроде ковбои там такие лица у них вроде бы стилизованы а это вроде реалистичная как-то будет наверное нехорошо смотреться да тогда давайте попробуем если что вот с этой а потом эту можно будет на опыте вот этих вот доработок переделать эту значит модель значит проблема у нее какая проблема у нее вот это платье по хорошему нужно было конечно это платье задрать вот этот вот значит край вот эту нижнюю часть которая висит нужно было пьем вверх задрать эту тоже подальше от ног отвести и добавить к ним кости ну раз такая штука давайте уже попробуем с того что имеем это все дело сделать опять же видите миг сама не понял что это одежда и за собачил ей значит плечевые кости от верхней этой части нужно это все дело передвинуть насколько это будет адекватно работать но интересно давайте пробовать значит панели кринка скей чтобы увидели что я буду нажимать и значит н панель у нас получается перерабатываем наш рик миг сама значит внешний вид ждем все переработалась 164 значит кадра анимации начинается 4 кадра давайте выберем значит покороче сделаем вот эту анимашку чтобы нам легче было ее перерабатывать н панель можно закрыть так ставим ее вот в такой вид и мотаем 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 значит находим нам нужно найти вот этот четвертый конечный кадр это где-то должно два движение где-то за за 50 кадр потому что секунда на одно движение идет 24 кадра так так 55 58 запоминаем где стоят колени здесь нога уведена даем значит вот более подходит до 55 кадра ну-ка ставим 55 кадр и или смотрим значит анимации где она танцует кан-кан и какой будет переход ну вроде бы нормальный переход если чуть дергание потом первый четвертый кадр перелиним на нужное нам место так вот этот кадр снимаем 55 кадров остальные дилит О, пардонте, Ctrl Z Не здесь сделаю Это надо делать в PostMod Почему? Потому что у нас Не выбрана площадка И тогда уже когда выбираем То тогда здесь в PostMod Производим все удаления Пока оставлю значит Вот в таком виде И что нужно сделать Нужно выбрать все эти кадры И G отвести их подальше Оставив нам на Четвертый даже Раз он начинался с четвертого Значит G чуть-чуть передвинем Нам нужен первый и второй кадр И делаем английское Alt G, Alt R Возвращаем все вот в такое положение Прописываем английское И прописка Если у кого-то не появляется окошко То здесь я в Кейнгисе Поставил локрот Если вы будете ставить Допустим работать с изменением размера То ставите Локрот скейл Допустим Ну все просто Все что в этой рамке Можно ставить туда И тогда просто Нажимаете клавишу И она автоматически прописывает Так Теперь нужно с этим персонажем Поработать у нас Да Заходим В edit mode Ставим Infront Viaport display Infront Чтобы видеть Что тут да как И вот мы видим Откуда Значит Наши кости Начинают у нее Движение Так Да Давайте их чуть-чуть Попробуем Увести Под мышки Тогда Вот эти все кости Выбираем И G Тоже уменьшаем А ну-ка Так Ctrl Z Ctrl Z Надо их выбирать Все Так Рука попала А вот ключицы Мы уменьшим Ключицы Уведем Туда Куда нам Правильно Нужно И значит Ключица Будет вот отсюда Не знаю Насколько Сейчас изменится Значит Наш этот персонаж Давайте посмотрим Теперь Object mode Выберем Наши Все Вот эти части И привяжем Ctrl P White Automatic Widget К персонажу Перевязка Так Ну уже Сравится Более понятно Потом Можно платиться Вот эти Значит Чуть-чуть Уже надуть Отдельно Так Ctrl Z Почему У нас Отлетели Зубы Так 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 В принципе Они нам Не нужны Нам вот так Все нужно сделать Тройка На нампаде Мы это все Убираем Вытаскиваем Вперед Вот таким Вот образом И Убираем Значит Вертекс Группы Вот в этой Настройке Date И Отключаем Анимации Так Анимации Отключены Эта Заготовка Есть Теперь Что еще Можно сделать Нам понадобится Вот это Платье Мы Тоже Удаляем Анимации И Попробуем Сделать Значит Первый Вариант Да Выбираем Наше Платье Заходим Так В Edit Mode Снимаем Выделение Щелчком Левой кнопкой Мыши Переключаемся На рентген А лучше Сначала Вот в таком Виде C Английская Выделяем Вот эти Части Желательно Не залезть Значит На вот этот Как его называют Корсет Так Здесь Тоже Сейчас Обводочку Сделаем Близко Корсету Можно Не надо Потому что Белый Цвет Пускай На нем Остается Так Ну и Вот так Все это Дело Выделим Вот так Но Она Не вся Выделена Почему Потому что Нужно Еще Выбрать Рентген И Вы Видите Что У нас Там Есть Еще Внутренняя Часть Аккуратненько Все Заполняем Так И делаем P Selection Отделяем Нашу Юбку Так Object Mod Смотрим Что У нас Происходит У нас Значит Присутствует Наша Юбка И Давайте Попробуем Так Значит Сначала Я Вот Эти Все Зубы И Глаза Аж Английское Скрою Так Давайте Попробуем Платье Теперь Привязать К нашему Ригу Это Делаем Ctrl P White Automatic Widget Тан 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 Ну Вроде Все Привязано Но Что Как Это Дело Нужно Будет Еще Подрегулировать Да Так И Значит У нас Есть Юбка На Юбку Делаем Каким Образом Да Это Значит Создаем Вот эти Все Вертекс Группы Мы Удаляем Создаем Свою Новую И Заходим Так Куда Нам Зайти Заходим Наверное В Edit Mode Выбираем Наши Вот эти Вот Группы Recision И Ставим На 0 15 Где-то 105 Пускай Acision Назначаем Object Mode Теперь Заходим Значит В наши Constrains И находим Shield Off Выбираем Нашего Персонажа Пардонте Выбираем Арматуру А здесь Выбираем Mixama Hips Первая Вот эта Косточка Так Теперь у нас Юбка ушла Мы делаем Set Inversal Ну и в принципе Оставляем Да Следом Заходим Значит Физика Находим Клод Провисло Чуть вверх Можно приподнять Пока Здесь Все Оставляем В таком же Виде Подключаем Значит Shape Нашу Группу И пробуем Что у нас Получилось Да Она у нас Падает Pink Shape Что такое А ну-ка Это не есть Хорошо Поставим На нашего Персонажа Коллизию Так Опа У нас И платье Потянуло Да Так Оплатье Причем тут Что-то Непонятное Тут творится Тут И ноги Подтянуло Ай-вай-вай А ну-ка Если Короче Тут Какая-то Страстная Штука С этой Симуляцией Открываем Так Если Отключить Челт Оф Не пойму Почему Платье Платье Alt P Clear Parent И давайте И давайте По новой Привяжем Значит К нашим Костям Отвяжем Отвяжем Ее Значит От Юбки Не пойму Не пойму Почему Это Начинает Тянуться Так Ну ладно Не буду Я заниматься Этой Ерундой Тогда Отключу Значит Все Что Было Сделано Оп Все Назад И Сделаем Лучше Выбираем Нашу Юбку Заходим Модификатор Она не Привязана Ударим Ее Вот Эту Вертекс Группу Тоже Не понадобится Так Подальше Юбку Отведем Выбираем Нашего Персонажа И Как у нас Анимации Мало Я думаю На косточке Будет нормально Сделано Так Так Что Делаем Делаем Е Английское Alt P Clear Parent G По прошлым Роликам Вытягиваем Косточку Надо Чтоб Она Полностью Зашла В Мэш Ну И Отсюда Давайте Плясать Ух ты Не видно Ну Вот Это Все Можно Скрыть Английское H Скрываем И Погнали Вытаскиваем Косточку Вниз Alt P Clear Parent R Делаем Ей Перекрутку G Смотрим Ту Часть Где Мы Хотим Чтобы Юбка Не Двигалась Я Думаю Ну До Белой Вот Этой Каймы Да Давайте До Белой Каймы Это Все Сделаем Так Делаем Теперь Ши В Д Ши В Д Р Близко Их не Надо Ставить Ну Как То Так Так Это Такое Дело Есть Эти Все Три Косточки Привязываем Значит Наши Центральные Контрал П Тип Оф Кей Тип Оф Оф Сеп И значит Нашу Вот эту Управляшку Кость Потом Привяжем К тазу Так Здесь У нас Выходит Косточка Должна Уйти На Ногу Эта Косточка Должна Уйти На Нижнюю Часть А Эта Косточка Должна Уйти Как Бы Сукосиной К Центру Вот Так Так Теперь Тут Другой Вопрос Насколько Мы Хотим Руководить Этими Костями Да Костями Центр В Принципе На Центр Тоже Нужно Ставить Косточки Вот Сюда Везде Их Нужно Ставить Но Середину Можно Потом Обыграть Значит Шипке Так Значит Вытаскиваем Альт П Клиер Тогда Еще Одну Косточку Мы Поставим Ее Где Нибудь Вот Здесь Тоже Привяжем Контрол П Центральной К Управляшке Так И от нее Тоже Еще Одну Е Вытянем Да Так Ну В принципе И все Вот этого Нам должно Быть Достаточно Так Заднюю Косточку Сабдивайда Можно Сделать Чтобы Их Было Две Может Побольше Потом Посмотрим Так Единица На Нампаде Выбираем Все Вот Эти Кости Так 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 Угу Делаем Shift D Силчок И правая Кнопка Мыши Mirror X Global И переводим Все На Эту Сторону Вот Так Так Теперь Alt H Возвращаем Наши Кости Выбираем Нашу Центральную Косточку Находим Косточку Таза Это Вот Нижняя Ctrl P Keep Offset Все Привязано Все Зашибись Так Есть Такое Дело Заходим В Обжиг Мод Привязываем Выбираем Нашу Эту Штуку И Привязываем Ее Ctrl P White Automatic Widget Так Заходим Теперь В Post Мод Выбираем Нашу Центральную Косточку И Ведем Ее К Нашей Гражданке Вот Так Так Теперь Хорошо Это Все Дело Позаменить Чтобы Было Видно Что Можно Как Можно С Этим Делом Работать Да Насколько Так Одну Сторону В Принципе Давайте С костями Попробуем А потом Заменим Пропишем А И Чтобы у Нас Была Базовая Стойка С Базовыми Костями Так Расширяем Нас Значит Нашу Покадровку Находим Пятый Кадр Да Тут Сейчас Будет Согласен Немножко Геморно Ну Ради Такого Банкета Можно И Заморочиться Да Так Р Перекручиваем Нашу Вот эту Значит Юбку И Понимаем Что Эта Косточка У нас Не Привязалась А ну Ка Ну Привязалась Только Книзу Да Возвращаемся На базовую Наш Вот эту Штуку Заходим В Edit Mode Так Эта Косточка У нас Вот Это Значит R G Чуть Чуть Ее Поглубже А Это Тогда И Это Будет Отвязано Значит G Ее Поглубже Заводим В Наш Мэш Так И Значит R G Чуть Чуть Поближе Сюда Так Тоже R G Так Вроде бы Все В Мэше Да Вроде бы Как бы Так Ну Давайте Вот эти Тоже Две Косточки R А А эти G Поглубже В Мэш Заведем Так Заходим Опять Же Обжиг Мод Выбираем Теперь Нашу Юбку Кости Видите Мы сейчас Будем Привязывать Но Привязка К телу Не произойдет Потому что Юбка У нас Фактически Находится На другом месте Ctrl P Light Автоматику И Так Теперь Выбираем Наши Кости Опять Заходим В Post Мод Находим Пятый Кадр И Вот Здесь Опять Начинаем Пробовать Так R Все Видите Привязалась Мэш Зашла Так Теперь Вот Эти Значит Хвосты R Можно Чуть Чуть Прижать К ногам Эти Значит Подать Чуть Чуть Вперед Ах Еще Нужно Персонажа Перевязать Видите Да Сейчас Все Это Дело Сделаем Так Теперь У нас Выкружка Идет Другой Кости Угу Сплатим Непонятно Что А И Прописка Давайте Зайдем Теперь Посмотрим Так На первый Кадр Что У нас Не так Заходим В Обжиг Мод Выбираем Нашего Персонажа Наши Кости Ctrl P White Automatic Widget Заново Перевязываем Так Что У нас Платьем Попробуем Подать Чуть Чуть Вниз И Перевязать Ctrl P White Automatic Widget Так Что То Силды Automatic так а ну-ка удалим нашу вот эту штуку и привязываем наше платье значит по-другому так выбираем вот эту нашу платье выбираем кости и делаем control p white empty group выбираем наше платье вверх да корсет с этими с плечами data transfer нажимаем нашего персонажа нажимаем vertex data vertex group тут еще можно настройки разные попробовать к фейсом enterprises vertex и ну давайте попробуем так и делаем файл apply вроде бы лучше но подмышки кто-то тянут да но не суть вопроса сейчас все это дело устраним уже плечи как бы гнутся лучше дан подправим тут может веса какие-нибудь сейчас может платье переделаем так ух ты а что у нас тут с прической для по привязан а ну-ка об ничего так прикольно да с волосом тоже придется поработать так ну пока нас интересует платье так тройка на нампаде 5 кадр теперь нам понадобится 10 так на десятом кадре значит раз нога у нас уходит это косточка подается назад это косточка подается внутрь как бы ноги так что у нас там получается эта штука уходит к ноге которая стоит это тоже перекручивается сюда это значит тоже к тазу так чуть вперед р натяжка и уходит на прижимку тогда вот эта косточка у нас и уходит на прижимку вот а и смотрим что происходит оп видите уже нормально так немножко нам осталось 15 тут тех-то кадров да так теперь здесь вот у нас посерьезненький проблем когда оп но здесь можно сделать g опа на натяжку тем на нашего персонажа здесь у нас выходит должна уже заиграть вот эта косточка так мы это же g так здесь у нас должны они где-то встретиться и как бы закончить соединение да так наверно придется все таки еще шипки ими поработать по любосу это значит косточка уходит центрально к ноге так что у нас вот эти косточки уходят назад эта косточка уходит как бы в бок надувается эта косточка тоже надувается раз вот эта вся пошла штука вперед она тоже уходит вперед а это может как бы на прижимку к ней уходить да тогда это должна как бы в эту сторону уйти ну и здесь наверно то же самое а и прописка ну да где-то видите косточка будет чуть быстрее на каких как кадрах идти нужно будет на каких как кадрах их чуть чуть корректировать так что у нас тут получается на тринадцатом пропишем так теперь сам у нас двадцатый там не двадцатый а чуть-чуть наверное будет так пораньше так юбка прям у нас у нее повышается здесь у нас значит оттяжка идет короче тут полная надутость да это идет поближе значит к ноге телу эта часть тогда должна надуться потому что мы тут какие-то события значит все-таки происходят так здесь у нас значит тоже должна подпрыгнуть эта штука так но это наверно все-таки должна прижаться как-то прописка а и и и вот здесь у нас видите что на одном кадре чуть чуть не доспевает высота от этого полета и и значит юбчонки так это значит мы повыше делаем сделаем разводочку так а здесь значит идет подлёт здесь тоже идет как бы подлёт не знаю чтобы на работе какие труселя что ли сделать нарисовать а это значит идет в бок идет а не наверно это все-таки на натяжку идет так это значит тогда должна ягодица значит ну и емный пардонте наши емный обкрутить и значит а и добавляем прописку так это был двадцатый кадр да значит теперь тройка значит вот смотрите если мы выбираем какие-то кости и делаем alt g alt r видите они здесь уже на месте возвращаются почему потому что у нас прописка на первом кадре стоит вот местоположение всей вот этой штуки так так а у у у у у у у пойму она а ну-ка g так и это g ну вниз должна идти правильно но она-то вниз должна идти но каким-то волшебным образом да вот если она идет нога сейчас вниз то сзади должны вот эти штуки как бы ну оттягиваться надо но не так сильно натяжечку да давайте пропишем так раз если нога уходит на 30 кадре значит вот это пояс весь и колышется назад юбка подается вся назад и вот эти все причиндалы должны податься назад на базу да так вот это вот втулка должна тоже перекрутиться как бы чуть-чуть так когда вот это должно идти к ноге g тогда не как бы надувается тогда вот эта штука должна еще закрутиться и вот эти тоже на как бы подкрутиться должны тогда не сильно наверно дал так а и главное чтоб ног не было видно да ну вот эти вот прорехи так тридцатые вот здесь мне не нравится раз ее нужно поменьше а и прописка и вот мы выходим на на наш тридцать пятый кадр так это р р висит она ровно пускай дн карты так теперь нам нужно скрыть эту ногу раз мы скрываем значит эту ногу то здесь она должна как бы уйти вглубь ну я думаю так да нам так теперь здесь у нее косточка вот это оп поближе к ноге а вот эти все кости вот эти я думаю нужно выровнять и потихоньку значит подать к этой части ноги в эту сторону вот так вот чуть-чуть а а и лук рот и осталось нам тут раз два три четыре прохода так сороковой кадр даем так здесь уже g можно поднатянуть тоже поднатянуть перекрутить побольше даже чтобы она может чуть-чуть и подскочила так сторону ноги а эту сторону вот сюда ну смысле ну понятно да надеюсь сторону того ноги так здесь у нас тоже перекруточка немного можно интриги добавить интиму так здесь значит вот эти хвосты подаются прям к ноге наверное так здесь натяжку чтобы внутрь треугольник появился все таки правильно так думаю нормально будет а ну-ка и лук рот но если что-то где-то шлифовка нам поможет дам так ухты как она тут это гражданка высоковато раз высоковато значит нужно чё нам сделать r возможно даже всю юбку перекрутить вот тогда мы вот эти части выделяем и делаем r а какие-то части делаем r прям повыше и уводим к они в бок и как бы g к поясу прям подтягиваем туда тут уже без разницы видно не будет тогда и придется какие-нибудь репетузы добавить они в репетузах же ходят ну надо будет вылепить добавлю я сейчас потом репетузы ей так здесь у нас что нога так задрала платье что платье ну по любасу должна идти шиздец как к ноге да ну так точно так ну за исключением наверное вот этой вот оп она должна фиксировать ту ногу ударяться об эту ногу так когда вот эта кость здесь выравнивается уходит как бы к низу натяжка то должна работать правильно а и прописка и пятидесятый кадр так здесь уже вспоминаем что мы передвигали нашу рут кость управляшку alt g alt r так вот с этим делом плоховато да можем выбрать все вот эти кости так пятидесятый кадр вот в чем косяк что у нас на пятидесятый кадр но нету таких покадровок даем тогда р юбку опускаем вниз так ага ну чтоб не перестараться опять же тогда вот этим можно костям сделать alt g alt r и немножко их значит подкрутить и g где-то приподнять поработать только с отдельными значит костями так теперь значит нога пошла вниз вот эта часть должна уходить к этой ноге а это значит часть чуть-чуть отлетать ну возврат к началу так что у нас с этой страной с этой стороной у нас должно быть все понятно что тут непонятно так и значит здесь уже надувка идет даже не надувка наверно приближение к ноге как-то так-то потом картинка общая покажет что тут не так так и значит еще побольше надуваем и прописка так и что у нас выходит на пятьдесят пятом кадре она стоит а раз она стоит это должен быть у нас где-то вот этот кадр да вытащим юбку выделим все наши анимации промотаем и значит оп ну давайте десятый кадр этот шифт д скопируем на пятьдесят пятый ну и немножко не без этого подкорректируем так так а этот хвост и округа так видим что на семнадцатом кадре прореха не есть good заполняем ее а и прописка так смотрим дальше на каком кадре так ну мелочевку пока пропущу двадцать четвертый кадр и подъем побольше пускай будет а и так следующее что у нас об так это у нас джи отвод 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 под подкруточка ну и где-то тут еще добавление какой-нибудь костяшки да а и прописка дальше ух ты памперсы смотрите ну смотри сейчас сделаем так вот она еще кадр одиннадцатый так это у нас значит прореха платье платье в эту сторону и значит джи поближе к корсету чтобы не было бежки а и прописка так что еще тут оп седьмой кадр тоже здесь значит тут эти две косточки джи чтобы у нас не отрывалась юбка от корсета делаем вот видите подставляем тут уже можно подкорректировать чтобы бантик там более-менее нормально смотрелся так ну это мы натянем потом а и прописка выбираем нашу косточку центральную и смотрим насколько можно приподнять в наше значит тело и подогнать вот так здесь тоже этой косточкой центральной поиграемся вот она так теперь значит джи юбка подлетает многовато уходит вперед скорее всего так и здесь она должна эти косточки косточки на талии так ну на талии она очень плохо их может встречать потому что очень значит далековато это все дело ну в принципе неплохо а и прописка так хоп и видите что у нас вот на этом моменте идет стопор два кадра рядом значит один кадр мы у каждой вот этой косточки удаляем вот так теперь ну так уже можно как бы что-то показывать если сейчас еще я добавлю вот эти как их называются панталоны да тут у меня еще какие косяки вылазят косяки вылазят значит с ногой вот она видите что нога вылазит так потому что все это сейчас исправим и вот на этой ноге тоже когда уход проскальзывает так теперь что еще вот она это значит четвертый кадр тоже не есть good побольше прибавляем и централку вводим вбок но уже веселее так теперь не пойму я что сплотим я его обрезал значит что сделаем в object мод зайдем выберем наше платье переключимся на первый кадр отключим анимацию зайдем в edit мод английская английская анимацию закроем пустоты может из-за этого тянет так теперь уже мод выберем нашу юбку зайдем в edit мод английская аниме платье выбираем нашу верхнюю часть и делаем alt p clear parent теперь выбираем alt p keep transform и вяжем значит опять же ctrl p white empty group выбираем нашу верхнюю часть платья data transfer выбираем нашего персонажа выбираем vertex date vertex group так не арест знать бы еще английский project это а ну-ка какие-то висюльки появились а ну-ка ctrl z ctrl z а ну-ка если по топологии и вот подмышка начинает тянуть не есть хорошо фейс вертиксы lrs by name так а ну-ка интерполяция а ну-ка 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 файл apply опа вот она тебе интерполяция получше будет так ладно метод он всегда работает теперь по волосу так волос можно настроить тоже на кости если мы добавим косточки то можем руководить костями но это здесь не столь важно потому что в принципе а чё ну пробуем давайте уже до конца все это дело доведем на кости да так отключим ей анимацию волосу тройка на нампаде отведем значит подальше сделаем alt p clear current key transform тоже и заходим значит выбираем наш rig заходим post так выйдет мод выбираем косточку е это будет у нас центральная alt p clear parent g подставляем ей к башкам так теперь значит большая она нам не понадобится вот в таком материале ставим уводим ее к нашему значит хвосту косточку все это дело прогоняем эту косточку вяжем голове управляшку control p типа offset которая которая будет главная у нас на волосе и от этого волоса значит попробуем значит так 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 ctrl z так единица на нампаде е вытаскиваем косточку делаем ей alt p clear parent вяжем ее к центральной опять же через shift ctrl piki popset так и здесь смотрим сколько нам нужно костей в принципе чтобы управлять вот этой щелкой я думаю две достаточно будет subdividing придаем внешний вид чтобы захватить всю эту штуку на судан так что у нас стутерье alt p clear parent выбираем центральную кость через shift ctrl p и пол сет выбираем косточку которую мы вытащили и тянем на вторую нашу щелку только g теперь вбок и теперь subdividing и выводим ее ну чтобы зацепить потому что если она будет не в меш или еще как-то то волос плоховато на это дело вяжется да так можно конечно и нижнюю добавить косточку чтобы когда будет тянуться у нас челка задняя часть не тянулась но это пока не столь важно так обзор мод выбираем у нас волос и вяжем ctrl p white automatic bond вот волос всегда вот так вот матюкается всегда вот сколько я знаю так постоянно то у него там где-то что-то какие-то не дотянуло где-то перетянуло где-то наложился какой-то полигон так зайдем теперь в edit mode английская а ой-ой-ой так мы находим clear так давайте дегенератов поудаляем дегенератов нет так теперь merge by distance вот 297 близко стоят наверное не может он их повязать ну попробуем опять control pi white automatic выйдет все с волосом теперь пролет он будет постоянно матюкаться если только не переделать его как-то а как его переделаешь когда он тут шиздец а ну-ка сгладим попробуем еще а ну-ка так нет все он теперь будет матюкаться постоянно а ну-ка зайдем пост мод не привязался печальная история так а что можно сделать теперь децимейт еще раз делать но это ну куда я считаю волоса уже не станет заходим тогда выйдет мод делит edge лупы control z так 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 меш а ну-ка попробуем лимит десол control p white автоматика не все ну нет и нет на нет и сюда нет да ну не привязывайся это надо переделывать короче волос полностью потом займусь этим делом пока можно сделать какую штуку удалить все это дело и вернуть волос на носу назад гражданку вот тогда а ну-ка попробуем его немножко приплюснуть как будет получено побольше надуть а ну-ка не сильно убого что-то у него скворнято становится очень большой да давайте сплюснем пусть по форме черепа будет оп ну-ка так теперь что будем делать выбираем тогда волос и заходим тогда находим шейпки добавляем шейпки прибавляем до упора валу и заходим скульп мод и вот так вот раз натягиваем и когда она прыгает так куда у нее хвост должен уйти вот вы видите что тоже есть неудобство да главное его не растянуть сильно и чтобы из черепушки вот он не вышел так а этот волос на лицо уходит правильно ну да когда она прыгает она раз так даже не на лицо она побольше так отходит так как то так то да прописываем значит и так и здесь значит она начинает ногу тянуть вперед значит на пятом кадре что у нас получается убираем в ноль и почему-то она что-то у нее ведет тут да ну давайте пропишем потом подправим и вот здесь на пятнадцатом значит уже до упора волос прописка потом чуть-чуть она значит волос уменьшается потом на двадцать пятом опять значит до упора потом тридцатый значит у нее тоже чуть-чуть волос уменьшается потом тридцать пятый сороковой о на сороковом тут уже до упора еще шапка как-то реагирует на вот этот поворот сейчас мы с шапкой поработаем так прописку так и на пятидесятом чуть-чуть опускается волос немножко так здесь она уже встретится с пятым кадром волос в ноль да смотрим что получилось нормально но единственное что меня беспокоит еще это шляпа шляпа походу как-то привязана неправильно мы что сделаем мы отвяжем шляпу удалим ей вертикс группы удалим ей анимацию и сделаем такую штуку так на первый кадр выбираем наш так сначала шляпу поднимем ее вверх делаем alt p clear parent alt p keep transform теперь заходим выбираем наши кости вот видите тут еще можно черепушку подправить что-то у нее тут пляшет хорошо таки да заходим в edit мод вытягиваем какую-то косточку alt p clear parent и g подставляем на наш котелок на ту часть где она будет крутиться ну вот от той части допустим от задней да вяжем этот котелок ну в смысле кость к голове ctrl p keep offset заходим в object мод выбираем нашу кость так а что у нас тут с волосом еще давайте так шипки добавим еще один шипки до предела и зайдем опять же скутнут где-то подправим да вот так можно без шляпы чтобы она танцевала еще будет прикольней так и на этом моменте добавим давайте поворот нашего вот этой волоса в другую сторону о ну и прописочку сделаем на первом кадре на пятом это дело значит уберем так вот здесь мне уже непонятно так вот так она должна быть а ну-ка о уже получше стало так 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 все нормально теперь выбираем значит у нас первый кадр выбираем цилиндр выбираем косточку шляпы заходим в постмод косточка шляпы выбирается делаем ctrl-p white automatic widget можно бон допустим ctrl-p будет получше так object mode выбираем кости заходим в постмод тройка нам падить и вот у нас пропала анимация для шляпы вот видите косточка вот так вот бегает это не есть хорошо вот раз косточка отходит от шляпы object mode заходим выбираем отключаем смотрим все вот эти значит вертикс группы удаляем ох-ех куда же их столько привязалось это на что такое волшебное настроение да опять делаем alt-p clear parent alt-p keep transform опускаем чуть-чуть ниже до косточки выбираем шляпу убираем кости и пробуем заново привязку ctrl-p бон все видите теперь кость не отходит все нормально можно это дело на голову персонажу поместить так выбираем наши кости так постмод к шляпам на пятый кадр раз и чуть-чуть вот она когда танцует да пускай у нее шляпа чуть-чуть так раз и поднимается с волосами тогда прописываем только шляпу и потом здесь раз на пятом так на десятом она шляпа должна чуть-чуть вниз уйти и значит на восемнадцатом значит раз чуть подскочить ну прикольнее будет может неправильнее но прикольнее так здесь она должна опуститься потом здесь значит нормально нормально и вот оп на сороковом значит R приподнимаем шляпу прописываем и чуть-чуть и двадцать пятый кадр шире ну да и здесь она должна быть вот это с fd первый кадр смотрим что получилось так вот вы видите что у нас шипки стоят на месте это не есть хорошо почему потому что здесь у нас второй шипки подключен он не должен быть подключен так а здесь должен быть допустим вот так да а здесь он должен быть в ноль ну можно чуть-чуть прибавить да и чуть-чуть добавить вот этого значит первой ошибки помесь такую сделать оп здесь прописка здесь уборка так здесь чуть-чуть добавка так это многовато а ну-ка безалаберность нам тут не нужна так что еще у нас тут происходит уже более-менее нормально так что не так с головой давайте чуть-чуть тут подправочку сделаем выберем значит нашего персонажа выберем нашу вот эту гражданку и зайдем так а ну-ка наоборот сначала кости потом выходит наша гражданка и находим рисование веса так и что-то тут неладное да так а ну-ка выбираем нашу гражданку и подправим ей веса вообще по примитиву гляньте у нее рот открытый че я маюсь да зачем мне веса когда мне нужна это так мне нужен первый кадр и нужен edit mode вытаскиваем еще одну косточку alt pin clear parent а нашу может может еще пить будет добавляем нижнюю челюсть чуть-чуть поправляем где она должна сгибаться делаем shift d подставляем центральную g вот сюда косточку это под челюсти ctrl p вяжем все через shift левая кнопка мыши в голове так а тут давайте добавим ей косточки губ так e alt p clear parent ctrl i инвертация и делаем h английская скрываем то что нам не нужно на момент пока мы не поставим то что нам нужно так губы еще потом перекрасить ей надо shift d подставляем вниз shift d подставляем вбок выводим на край губы shift подставляем сюда еще одну косточку много их тут ставить я не буду так вот эту косточку пониже так вот эту косточку shift и подставляем тоже где-то посередине да опять опять же чтобы все кости заходили в меш но не так глубоко как-то так-то вот так вот так теперь что у нас получается shift d поднос ставим тоже косточку и shift d рядом с носом это для чего когда будет нижняя губа подниматься чтобы у нас нос не ломался так так shift делаем давайте глаза уже раз начал полный такой будет обзор гражданки так и теперь значит shift здесь на нижнюю веку можно поменьше так теперь выбираем заводим поглубже значит ну чтоб в меш попасть в глаза да так ну что не попало потом попадет да дотянем вот так вот эту косточку на центр она будет держать висок эту вот сюда так эту ну давайте shift еще одну добавим на верхнее веко и чуть-чуть значит подправим их оп так теперь тройка на нампаде и тут хорошо бы теперь нам этот волос аж скрыть выбираем кости заходим в так у edit мод смотрим видите вот косточки уже это не зашла надо ее подтянуть эту можно тоже поглубже в принципе пойдет выбираем единицы на нампаде какую-нибудь косточку делаем с дубликат тройка на нампаде делаем r g уводим ее подальше это будет верхний века руководить косточка теперь shift d r перекручиваем ее вниз это будет нижний так выбираем значит нижние веки вяжем к нижней косточке управляшки ctrl p type of set опять же все это делается через зажатую shift левая кнопка мыши так это тоже верхний тип offset так мы возвращаем так пардон я сначала наверное давайте сразу продублируем shift d mirror правая кнопка мыши x global подставляем на эту сторону и вот эти глаза выделяем shift d mirror x global ставим на эту сторону так у нас тут еще какая будет проблема у нас проблема будет закрывание и растяжение вот этого лба значит сделаем shift d d d подставим на брови сразу кости так чтоб не зеркалить просто буду так от балда так ну как то так да и вот эти крайние кости надо завести подальше в мес чтобы они были в голове получается они за брови уже не будут отвечать они будут держать нам виски тогда вот эти кости передвинем чуть-чуть поближе сюда а это сюда раз два три четыре раз два три четыре так не понял а тут а ну да тут меньше поставил думаю почему-то не хватает ну давайте shift d еще одну засандалим так ну в принципе все глаза должны закрываться брови мы подделаем так фейс лица рот все нормально уши нам не нужны альт аж возвращаем наши все кости и смотрите что делаем значит можно выбирать c английское колесико уменьшать и допустим вот сброску делаем выделение щелчок левой кнопкой мыши и вот так по берегам раз боком ставим чтобы не зацепить никакие потом так ctrl z s выбираем это вяжем брови к голове ctrl p и пол сет так вот эти кости ограничители вяжем к голове ctrl p и пол сет для чего если кто-то не понял зачем вот эти кости ограничители когда будет закрываться века эти кости не дадут значит веку упасть прям до пупка ну как они стоят как предохранитель да опуска допустим ниже туда куда не надо так выбираем наши значит косточки этого веков и привязываем их к голове ctrl p типа сет так здесь попроще уже значит нижние кости это будет нижняя челюсть ctrl p и пол сет а верхние и нос это будет верхняя косточка челюсти ctrl p и пол сет тройка на баде это вот так вот все дело выглядит так теперь все нужно перевязать обязательно убираем персонажа делаем ctrl p white automatic widget так ну в принципе чем альк аж у нас присутствуют еще глаза вот они и зубы так вот это дело я думаю нужно побольше сделать так r перекрутить вывести эту челюсть значит сюда эту сюда и получается смотрите нижняя челюсть вяжется к нижней косточке но сначала нам нужно видите они были привязаны весами ну в смысле анимацией и давайте им все поубираем делаем делаем p clear parent alt p keep transform ну и этой тоже штуки alt p keep transform alt p clear parent выбираем одну значит ну вот эти верхние зубы так подставляем их к нашей гражданке смотрим как они тут стали в принципе стали выбираем верхние кости заходим в просмотр выбираем вот эту верхнюю костучку делаем ctrl p бон надеюсь она привязалась просто бывает отторгается эта штука так теперь потом проверим значит да это нижние у нас зубы ух ты какая злая нежности побольше и это значит вяжем нижние челюсти ctrl p бон на глаза я не буду стоять кости в принципе они не нужны я просто в бошк заведу ей назад так а ну-ка пусть она будет лупатая ну как-то так-то да большие глаза и вяжем значит выбираем наши глаза и привязываем тоже костям ну привязываем к голове голова вот эта косточка измененная видите ctrl p бон так смотрим опа это кто такие не может такого как говорится быть да но оно есть так это ограничитель к верхней косточке а ну-ка ctrl p для отвязались а как же так же мышка может глюканула не дожала так я же вроде выбирал keep up set keep up set так заходим пост мод ну вот а ну-ка тройка на нам паде закрываем наш рот ну что ты страшная такая ты такая страшная я ну ничего для кабаре сама то я думаю надеюсь да ну-ка а представьте их сейчас четыре штуки таких поставить ноги длинные и эти кстати сделаю ждать эти как их там ну понятно штукенцы теперь что нужно проверить нужно проверить как работает у нас моргание а ну-ка тройка на нам паде р в принципе чем в принципе чем нормально моргает да так это у нас G немножко поправочки кости немножко значит до ограничителей делаем форму века так что у нас нижним веком проверяем так а ну-ка что за фигня а ну-ка control z control z так я их еще не прописывал что их возвращаю а ну да как говорится control z control z так единицы на нам паде edit mode так а какая аж к ней привязалась так а ну-ка опять в post mode так ничё к ней не привязалась чё там зацепил то я ничё ничё а ничё здесь с а и ну вот глаз нормально закрывается так с этим сделаем значит разобрались да пропишем А и потом значит С так на каком давайте на седьмом значит С выберем вот эту всю нашу штуку правая кнопка мыши отключает вот этот вот С нажимаем появляется вот такой круг для работы правая кнопка мыши его убирает мы делаем alt r alt g прописываем и только глаз моргнула так теперь ладно с этим понятно можно издеваться до конца так так эдит мод мне не надо нам теперь понадобится значит что перевязать нашу обувь выбираем обувь удаляем ей значит нашу анимацию привязку проверяем удаляем миксамовский вот эти вертикс группы выбираем наши значит нашу обувь наш пик ctrl p white empty group выбираем обувь заходим модификаторы находим так не это дата трансфер выбираем наши ноги вертикс вертикс групп апдейт опа и все проблема решена нога не вылазит вы видите все натяжечка работает все хорошо так ну с платьем еще конечно можно позаморочиться шипкими может еще поиграть где-то там мягкость чтобы создать потом если очень хорошо вдруг получилось это можно запечь и в принципе она будет работать без костей так что еще у нас по платью платье вот можно немножко поправить да это скульп мод так это может через шипки чтобы если вдруг потом вернуть на предыдущие значение чтобы у нас все было нормально так здесь чуть-чуть тоже корректируем так здесь поддаем тут подтягиваем вот тут тоже очень затянула не ездит побольше их натянем попала как тут то все хорошо но вот так где-то надо вот так теперь вот так мы и Оп, подмерзнул. Так, где ты тут? Опа! Вот здесь, да? Ну, такая штука. Если поставить штуки три рядышком, да ещё на сцену закинуть, я думаю, ну, смотреться будет нормально. Опа-на! Ай-я-хай, для массовки. Ещё можно добавить какие-то танцы, допустим. Или пусть у микрофона стоит и поёт, как этот человек с бульвара Капуцинов, да? Итак, вот этот файл будет, значит, для скачивания. Я сейчас сделаю ей тут репетузы, ну, потому что они нужны, да? И, значит, будет для скачивания в группе. Всё, всем пока, до свидания. Вот такие вот дела.